Старшая дочь Анастасии родилась после спокойных 9 месяцев с весом меньше 2 килограммов. Младшая решила появиться на свет на 36 неделе. Ее вес к тому времени составлял 1,830 граммов. Девушка, дважды державшая на руках крошечных дочерей, знает, что испытывает мать в этот момент. Это шокирует в первую очередь. В первую очередь это страх, что будет с детьми, как им помочь, как сделать так, чтобы дети выросли здоровыми, чтобы не было никаких патологий, чтобы не было задержек в развитии детей. Но нужно вовремя просто, наверное, собраться с мыслями, собраться духом и начать реабилитироваться, чтобы дети до года получили все то, что им необходимо. По статистике перинатального центра, треть новорожденных ежегодно рождаются недоношенными. Для таких малышей очень важны первые месяцы, когда мамы и врачи объединяют усилия. Младшей дочери Анастасии даже пришлось полежать в реанимации. Сейчас малышка абсолютно здорова. Благодаря всем нашим технологиям современным, выхаживание таких детей идет более, скажем, если это можно назвать качественно, получают уже более современную помощь эти дети. Поэтому процент инвалидизации у этих детей, в принципе, он снижается. При этом большое значение для здоровья малыша имеет спокойствие мамы, говорят в центре. Когда она получает информацию, что такое рождение, ребенка не будет нести какой-то угрозы, что она сможет с первых же моментов видеть своего малыша, прикасаться к нему, разговаривать с ним, смотреть и получать информацию от врача, какое у него состояние, конечно, мама чувствует себя намного легче. К выписке мамы умеют кормить и пеленать кроху, проводить гигиенические процедуры. Даже если ребенок оказывается в отделении патологии, мама ложится вместе с ним и там обучается под руководством персонала. Вырастившие недоношенных малышей сегодня активно поддерживают тех, кто только начинает этот путь. В Краевой Центр регулярно приходит Наталья Розенгрин, координатор фонда «Право на чудо». Когда ее сын родился недоношенным, в России не было профильных организаций. И весь этот путь она проходила в одиночку. Я помню очень показательный момент, когда в садике у нас воспитатель, я каждый раз, когда приводила его, я все время почему-то повторяла, что вы, если что, мне звоните, я его сразу заберу, он же мне недоношенный. И как-то был какой-то такой месяц, когда ребятишки все болели, было всего в группе пять детей. Она говорит, ну посмотрите, пятеро детей, один из них ваш. Может, уже хватит ходить и говорить, что... Вот тогда мне на самом деле стало легче. Сын Натальи стал разговаривать раньше других. Пошел уже в год и два месяца. Женщина делится своей историей, поддерживая других. И вяжет вещи для особенных деток. А в этот раз провела мастер-класс по плетению детского пледа. Такие занятия в перинатальном центре проходят часто. А еще сегодня дети сами нарядили елочку к Новому году. Символически, чуть раньше положенного срока. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.